Валерий Седов Рязанские девятиклассники начали сдавать ОГЭ. Основной экзаменационный период продлится до 2 июля. Сегодня же выпускники 9 классов сдают основной государственный экзамен по иностранному языку. Одной из площадок его проведения стала гимназия номер 5. В воздухе витает волнение. Девятиклассники в сборе до начала экзамена практически час. В этом году в основной период ОГЭ сдадут более полутора миллионов школьников. Сегодня 5 гимназия встречает тех, кто выбрал английский язык в качестве одной из двух дисциплин на выбор. Всего 30 человек. Одно из основных правил испытания – сдавать экзамен придется не в стенах родной школы. Поэтому ученики 9 классов гимназии иностранный язык сдают в 64, 57 и 33 школах. Списки детей, организаторов и учителей всегда подают заранее. А еще уже не первый год на ОГЭ и ЕГЭ присутствуют общественные наблюдатели, рассказывает руководитель пункта приема экзамена Надежда Савченко. Наблюдатели у нас каждый год присутствуют на каждом экзамене. Это в основном родители восьмиклассников. То есть родители могут уже за год посмотреть, из чего состоит процедура экзамена, как эти экзамены сдаются, какая обстановка. И может быть успокоить своих детей, что не так все страшно, что мы все стараемся делать для того, чтобы уменьшить у детей стресс, чтобы они спокойнее сдавали, успешнее, не волновались. Для того, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, девятиклассники должны сдать два обязательных учебных предмета – русский и математику, и два предмета на выбор. В этом году самыми популярными дисциплинами стали общество знания, география, информатика и биология. Как они готовы к выполнению этих заданий, где какие проблемы у них возникают. Учителям еще остается время для того, чтобы перед экзаменом подкорректировать те проблемы, которые в ходе этих пробных экзаменов выявляются. Эксперты региональной предметной комиссии приступят к проверке работ уже завтра. Результаты станут известны в течение 10 дней. В этом году экзамены пройдут в 85 регионах России и в школах 58 зарубежных стран. Продлится аттестация до 2 июля. Следующие предметы, которые сдадут девятиклассники – биология, общество знания, химия и информатика. Основной экзамен по этим дисциплинам пройдет 27 мая. Выпускники из новых регионов в этом году без ОГЭ. Для них предусмотрен формат промежуточной аттестации. Для 11 классов экзамены начнутся также на этой неделе, 23 мая. Закончат сдавать ЕГЭ в этом году 21 июня. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». О результатах организации работы с животными без владельцев Рязанской области в 2023 году. Это первый вопрос на повестке дня на заседании правительства. Он же один из самых объемных. Потому что поговорить есть про что. В 2022 году губернатор Павел Малков дал поручение изучить проблематику ситуации с безнадзорными животными в регионе и выработать концепцию. Доклад это подведение итогов ее реализации, пока что промежуточное. В Рязани работа с бездомными животными проходит по принципу ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация, имеется в виду от бешенства, и выпуск. В прошлом году этим путем прошли больше 2000 собак. Больше 300 нашли новых владельцев. А 105 оставлены на пожизненное содержание. Видимо, были слишком агрессивными. По тем же причинам в прошлом году повторно отловили 45 собак. И оставили их также на пожизненное содержание. На все эти цели главному управлению ветеринарией региона выделено чуть больше 28 миллионов рублей. Актуальная тема, обсуждаемая в Рязанской области, это строительство приюта для безнадзорных животных. Подготовка правительной документации находится на завершающей стадии. Ориентировочная стоимость строительства составит 250 миллионов рублей. Ввод, в первую очередь, приют в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года. Хочу отметить, что приют будет государственным. При нем будет создана единая служба отлова для обслуживания всех муниципальных районов региона. На площадке приюта будет создана единая база животных без владельцев. Заработает единая горячая линия, на которую смогут позвонить жители по вопросам безнадзорных животных и владельцы в случае пропажи их питомцев. Главный же принцип, к которому стремятся в ведомстве – создание комфортной городской среды. Пока же количество нападений собак на людей сократилось на 9% за год. А бюджетных денег управлению с каждым годом выделяется все больше. Павел Малков отметил, что проблема с безнадзорными животными все еще остается актуальной. Ключевое решение пока – строительство приюта. 1 июня будет проектная документация, плюс два месяца на госэкспертизу. Этапность строительства будут обсуждать после. Говоря о строительстве, Павел Малков коснулся прошлых поручений. Например, о строительстве детского сада в селе Масалово Шиловского района. Строительство детского садика начато в августе прошлого года. Нарушений по срокам нет. Подрядчик выполняет все свои обязательства. Стараются строить опережающими темпами. Качество работы мы контролируем. Завершить и строительство планируем 31 июля 2024 года. В сентябре 2024 года планируем детей отправить в новый детский садик. Ответили на вопросы из социальных сетей. Острая тема сейчас – обработка от непарного шелкопряда. У нас в 2024 году запланировано мероприятие по уничтожению или подавлению чистости непарного шелкопряда. Мероприятие будет проведено на территории пяти лесничеств. Общая площадь обработки составит более 5,5 тысяч гектаров. Данная площадь рекомендована Центрозащитлета Рязанской области. Государственный контракт на выполнение работ заключен 9 апреля текущего года. В весенний период 2024 года произошел быстрый набор температурного режима, что за собой повлекло раннее отрождение гусениц, после чего было принято решение начать обработку раньше, то есть не в 3 декаде, а раньше 15 мая. Но потом у нас наступили резкие заморозки, гусеница перестала развиваться и перестала кормиться. Значит, сейчас возновился температурный режим до определенной отметки, гусеница начала свое питание, и у нас обработка запланирована на 22 мая. На 22 мая, то есть завтра? Да. Понятно. Спасибо. В том числе Солочи, да? Павел Викторович, Солочи у нас входит в лесопарковый зеленый пояс, на территории которого у нас обработка пестицидами, гербицидами запрещена, будет обработана совместная проявляющая территория. Традиционно обсудили статистику жалоб из социальных сетей. Тут все по классике. Дороги на первом месте. Жители ждут начала ремонта на улице Крупской. Второе место – система ЖКХ. Рязанцы просили перенести плановое отключение горячей воды в связи с похолоданием. Третий пункт – благоустройство. Тут речь шла про скос травы. Улицы Новоселов начали окашивать в выходные. Также в Дашках, Песочных мы окашивали Тимакова, Тимуровцев. Ну и эти работы будут продолжаться и в мае, и в июне месяце. На следующей неделе, вернее на этой неделе у нас проводятся работы по Зубкову, Мервино, Михайловское шоссе в Московском районе. На сегодняшний день мы эти работы проводим по графику. Вчера вот окашили в Верхний городской парк. Но сразу же подряд на организацию заставляем убирать с собой траву и сразу же мусор. Если необходимо будет еще дополнительные силы и средства, то у нас ДБГ может это делать, в том числе и своими силами, или мы можем привлечь дополнительного подрядчика. Подвели итоги мероприятий уходящей недели. Фестиваль ГТО посетило больше 35 тысяч рязанцев. Это, кстати, больше, чем сдавали за весь прошлый год. Губернатор уже дал поручение Минспорту подготовить программу для следующего года. Да и фестивалем ГТО уже заинтересовались другие регионы, говорит Павел Молков. Хочет провести у себя такой же. Другая тема. Казанский образ Божьей Матери. Икона была в Рязани 19 и 20 мая. Молебен посетили 15 тысяч человек. Всего образ привезут в 60 городов. Павел Молков уже побывал на заседании Всемирного Русского Народного Собора. И поделился опытом о том, как принимали икону в регионе. В Рязанской области введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Нужно это для предотвращения лесных пожаров на территории региона. На время действия такого режима запрещается, например, посещать леса. Исключение составляют жители населенных пунктов, для которых лес является единственным путем сообщения. А также для госслужащих и должностных лиц, выполняющих свои обязанности. Второй, не менее важный пункт, запрещено въезжать в леса. Разрешен только проезд автомобилей экстренных служб, таких как пожарная охрана, полиция и скорой медицинской помощи. Для обеспечения безопасности в лесах усилят патрулирование, а въезды перекроют шлагбаумами. Далее криминальный блок. На этот раз о свежих делах, рассмотренных в Рыбновском районном суде. О подробностях от лица гособвинителей. Рыбновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении умышленного причинения вреда здоровью, опасного для жизни человека. Установлено, что в сентябре 2022 года между подсудимым и потерпевшим на почве личных неприязненных отношений возник словесный конфликт, в ходе которого виновный нанес удар коленом ноги в область живота потерпевшего, чем притенил тяжкий вред здоровью последнего. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, а также взыскал в пользу потерпевшего денежные средства в счет компенсации от морального вреда. Еще одно дело из Рыбновского суда в отношении 33-летнего иностранца, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Установлено, что в апреле 2023 года подсудимый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием сети интернет, пытался сбыть наркотическое средство героин общей массы 167,36 грамма, однако был задержан сотрудниками полиции. В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. Денежные средства, имеющиеся на счете банковской карты подсудимого, полученные им в результате совершения преступления, конфискованы и обращены в собственность государства. 21 мая в России отмечается День полярника. Впервые его отпраздновали 13 лет назад. Исследователи Крайнего Севера есть и в нашем регионе. К профессиональному празднику в Музее путешественников открыли новую экспозицию. Климатические исследования, изучение культуры народов и выживание в крайне сложных условиях Севера. Профессиональному празднику полярников в Музее путешественников посвятили сразу несколько стендов. На них фотографии из заснеженных уголков нашей страны, предметы народного творчества местных жителей и другие интересные детали из жизни работников Крайнего Севера. Наши земляки сыграли очень серьезную роль в освоении северных территорий России, даже Антарктиды. Один из первых главных полярников у нас, конечно, Михаил Александрович Рыкачев, основатель полярной гидрометеорологии, и штурман, известный штурман полярный, который придумал систему, как правильно ориентироваться самолетом в бескрайних просторах Северного Девятого океана, Валентин Иванович Акуратов. По словам полярников, их профессия – это состояние души. На Крайнем Севере работа имеет свои сложности и свое очарование, вспоминает Людмила Зыбцева, которая 20 лет проработала в глубоком Заполярье на Шмиттовской гидрометеорологической обсерватории. Прежде всего мы там жили. Прежде всего, я говорю, что Шмиттовская обсерватория – это был форпост советской науки восточного сектора Арктики. И прежде всего мы там жили и работали. Экспедиция – это, ну, надо было продолжить, да не то, что не надо, мы хотели продолжить традиции наших предыдущих поколений, предыдущих полярников. На выставке представлены и кадры крупного северного населенного пункта Якутии. Полярник Сергей Матвеев родился в Тикси и прожил там более 30 лет. Сейчас уже лет 12-15 север очень сильно восстанавливается. Даже удивительная вещь, самое первое, что стали восстанавливать в Тикси – это построили культурный спортивный центр. И только потом тепло, электричество и так далее. То есть с чего начали? С культуры. Вот. И сейчас будет строиться, и этот порт у нас же будет реконструироваться, также будет рядом в 100 километрах еще один порт, так называемый порт Найба. День полярника справляют во все города, где живут представители этой профессии. По традиции к торжеству приурочены международные конференции и выставки, знакомящие с открытиями и личностями, которые внесли существенный вклад в освоение полюсов планеты. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин